Сюжет этого произведения известен весьма широко. История, написанная Николаем Васильевичем в XIX веке, обрела долгую жизнь и актуальной остается по сей день, откликаясь современному зрителю совершенно удивительным образом. В репертуаре очень многих театров постановка «Женитьбы» есть. В ноябре к нам на фестиваль свидания театрального приезжал спектакль «Женитьба». И, ну как бы так волей-неволей, я все равно посмотрел какой-то кусок, фрагмент этого спектакля. Но у нас своя история, свой стиль, свое какое-то оформление, какие-то правила, в которых мы существуем. И все, что мы запланировали именно с режиссером, с ребятами, с моими партнерами. У команды Рязанского театра драмы история звучит действительно по-своему с гоголевским мистицизмом, юмором, атмосферно и пронзительно. Художник-постановщик Евгений Терехов построил декорации в виде массивных шкафов и комодов. Они создают некую атмосферу тайны, мистики. Возможно, отсылают к глубинам подсознания каждого персонажа, в котором хранится столько всего, облеченного автором. Эта пьеса – загадка. И, насколько я знаю, ее никто не разгадал. Просто все ставили фильмы, спектакли, которые я никогда бы в жизни видел. Они все просто как идут по тексту. Мы попытались ее разгадать, как некую такую загадку Гоголя. И, мне кажется, получилось. Вот, на мой взгляд, все, что там происходит за пьесой, все, с чего начинается, почему все это происходит, какие мотивы двигают этих людей. Мы это все пытались разобрать, найти, выкопать из пьесы. И, мне кажется, это получилось. Анастасия Терехова создала костюмы воспоминания. Не точную копию нарядов гоголевского времени, но стилизацию, погружающую в эпоху. По словам Максима Ларина, с помощью костюмов удалось передать атмосферу времени и провести нить к современности. Для меня «Женитьба» — это автобиографическое произведение для Гоголя. Я это узнал только, когда начал более подробно его изучать. Я всю жизнь любил Гоголя и читал несколько раз полное собрание сочинений, но никогда не изучал его подробную автобиографию. И вот в работе над этой пьесой, это моя первая гоголевская пьеса в жизни, я, естественно, начал с его биографии. И, как оказалось, эта пьеса — это автобиография писателя. Фокус внимания зрителей — все три часа на игре актеров, которая оказалась бесподобной. При этом сам текст Гоголя сохранен практически в первозданном виде. Ну, это сама пьеса — анекдот. Поэтому я думаю, что тут как ни крути, как ни ставь, сам текст Гоголя, он сильнее нас всех вместе взятых. Это Гоголь. Если ты думаешь, что ты умнее Гоголя, возьми другую пьесу. Все премьерные выходные дни в зале был полный аншлаг. Не мудрено. Поспешите, возможно, еще успеете приобрести билеты на 3 и 23 февраля или на 23 марта. В эти дни спектакль снова сыграют на сцене Рязанского театра драмы. Да нет другого, 3 полного гора, а Гогольский нет. 3 полного гора, значит здесь два ряда дни.